Дизайн-код подкрался незаметно. Несмотря на то, что уже больше года прошло с момента принятия решения о введении единых правил оформления вывесок и два месяца с момента вступления документа в силу, многие предприниматели оказались не готовы. Во вторник в мэрии прошла заключительная встреча с представителями бизнес-сообщества на тему размещения информационных материалов. Специалисты Управления наружной рекламы и информации объяснили основные положения документа, а также рассказали, как должен действовать предприниматель, чтобы не переплачивая привести фасад в соответствии с едиными правилами. Несмотря на то, что тема далеко не нова, вопросов у владельцев вывесок немало, как и претензий к новым правилам, причем не только на подобных встречах. Очень большое количество уведомлений сейчас поступает в Управлении, уже более 120 зарегистрировано, более, наверное, 50-ти находятся в работе. И, естественно, только сейчас люди начинают разбираться в документе, когда они непосредственно сталкиваются с этой проблемой. Когда непосредственно уже начинаются 17-го числа рейды по проверке этого всего, чем ближе наступает этот период, тем больше эмоций он вызывает у предпринимателей. В справедливости ради стоит отметить, что эмоции эти в основном негативные. Главный тезис противников – единообразие в вывесках. Для малого бизнеса разработка и изготовление новой информационной конструкции – мероприятие очень затратное. Особенно в случаях, когда на эти цели уже пришлось раскошелиться незадолго до введения дизайн-кода. Есть исторические здания, за которыми надо бы следить и поддерживать. Там центр города находится в состоянии. Но когда мы говорим о хрущевках, что все должны подряд и вот сейчас поменять, и мы будем ходить с 7 июля и всех штрафовать, ну это немного странно. Люди могли вот только-только повесить, накопить на эту вывеску, сделать ее, не задумываясь о дизайне коде города, потому что он появился в апреле месяце. Она у него уже стоит, работает. Сейчас ему скажут, переделывай. То есть еще тридцатку выкини, и причем твоя конструкция, которая у тебя была, она вообще никому не нужна. В случае, если вывеска установлена до вступления в силу единых правил и есть соответствующее разрешение, оно будет действовать в течение трех лет. На этот срок у бизнесмена иммунитет. Нелегалам же грозят штрафы, а в крайнем случае и демонтаж конструкций. Это будет применяться в тех случаях, когда не действуют меры административного воздействия. Это очень маленький процент, но есть такие случаи. Там выносится соответствующее постановление администрации, происходит демонтаж конструкции с дальнейшим взысканием затраченных средств. Протестовать и оспаривать дизайн-код уже поздно. С 17 июня начнутся рейды по улицам первой категории с исторической застройкой и наиболее строгими требованиями. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.